Чтобы оправдать затяжную и ресурсозатратную войну против, каким казалось, более слабого соседа, руководство Аэров создало миф о якобы противостоянии с НАТО. Альянс, в свою очередь, в принятой летом 2022-го новой стратегической концепции, назвал Россию наиболее значительной и прямой угрозой для безопасности союзников. В Киеве считают, что наиболее вероятной целью имперских амбиций Кремля могут стать страны Балтии. Безусловно, безопаснее всего для его армии идти туда, где не будет большого противостояния. Второй раз такую ошибку, как с Украиной, он не будет повторять. Поэтому, конечно, проще со страной, которая меньше защищена, меньше людей, гораздо меньше оружия. И это будет и страна, которая когда-то была в Советском Союзе. И под это попадают прежде всего балтийские страны. Военная угроза со стороны РФ восстановила доверие европейцев к Североатлантическому альянсу. В довоенном 2021-м только 6 из 30 стран НАТО выделяли обязательный взнос в размере 2% от ВВП. В 2024-м такую сумму готовы выделить уже две трети членов альянса. Кроме того, страны, расположенные недалеко от России, проявляют собственную инициативу по защите своих границ. Польша выделила 2,5 миллиарда долларов на программу «Восточный щит». Согласно ей, планируется укрепить 400 километров границы с Россией и Белоруссией. Страны, которые чувствуют особую угрозу от Российской Федерации, а мы уже про них сказали, это абсолютно очевидно, это страны Балтии, это Финляндия, это Польша, они уже полным ходом строят фортификацию. Вот, например, в странах Балтии планируется построить три линии обороны. Поляки уже говорят про то, что они хотят общую фортификационную линию со странами Балтии. Ну, то есть мы видим, насколько, скажем так, и на международном уровне, и на внутренне государственном уровне эти страны серьезно относятся к российским угрозам. Но прежде всего, чтобы обуздать имперские амбиции Кремля, Украина должна победить в войне, считают аналитики Foreign Affairs. В издании отмечают, что из-за колебаний в поддержке со стороны союзников летом 2022-го Киев потерял возможность продолжения молниеносного вытеснения российских войск. При этом эксперты подчеркивают, что при формировании правильной стратегии поддержки Украины можно добиться абсолютной победы на поле боя. И тогда станет возможно предотвращение будущих угроз для мировой безопасности. Россия уже угрожает другим своим соседям, в том числе странам НАТО, и она может сделать свой ход, если сначала починить себе Украину. Победа России также подогреет территориальные амбиции Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, поскольку выявит пределы приверженности Запада защите суверенитета своих партнеров. Неблагоприятный исход будет ощущаться во всем мире. Из публикации издания Foreign Affairs. Напомню, что 21 мая Министерство обороны России объявило об одностороннем плане расширения территориальных вод страны в Балтийском море. Главнокомандующий вооруженных сил Швеции Микел Бюден предположил, что Москва положила глаз на остров Готланд, который принадлежит Стокгольму. В комментарии немецкому изданию R&D Бюден сообщил, что захватив Готланд, Путин может одержать контроль над целым Балтийским морем. Главнокомандующий заявил, что НАТО не может допустить этого и что регион не должен стать игровой площадкой Путина. Андрей Дмитренко для телеканала Freedom.